Ну, я помню, мы с вами же говорили же, по-моему, об этом, что есть естественная мистика. Помните, мы же говорили. То есть, когда человек от рождения вдруг проявляется, он видит, что в сейфе. Видит и всё. Отец в ужасе, там секретнейшие документы, а там дочка вдруг читает. Он за голову хватается. Ещё бы! Да, есть естественная мистика, а есть приобретённые. Вот эти вот люди, которые, не обладая, может быть, от природы этим, или обладая в ничтожной степени, затем стремятся развить эти силы, приобрести их и использовать в своих тщеславных, горделивых, иногда корыстных целях, всякое это бывает. Вот это опаснейшее дело. Вот что можно сказать о скрытых силах в человеке. Вот что я подразумевал, когда поставил этот вопрос. Итак, есть мистика, я могу сказать этим словом, мистика демоническая. Есть мистика естественная. Есть... Вот тут мне не хочется говорить мистика божественная. Так мне не хочется употреблять этот термин. А почему, приожжение к Богу? В смешении происходит. Это что ж такое? Я колдуна и Макария Египетского назову одним словом? Мистик? Не по себе. Не нравится мне это слово в приложении ко всему тому, что связано с Богом, с Богопознанием, со святостью. Но есть, оказывается, возможность. Да, когда в человеке раскрываются естественно эти потрясающие возможности, но как раскрываются? Они раскрываются в Боге, то есть в любви. И никогда никому не принесут они вреда. Ни самому, ни другим. Вот так. Так что вот эти возможности в человеке, они при общении с Богом раскрываются. Не думайте так, что в человеке этого нет, а Бог в нём начинает действовать. Нет, нет. Запомните, пожалуйста, одна из самых основных идей, присущих, я бы сказал, истинному христианству – православие. В чём заключается? Выражается она одним словом – синергия. Мы отрицаем и считаем это заблуждением, то убеждение в других религиях, когда я считаю, что Бог может сам делать всё, что хочет, то и делает. Вы слышите? Может Бог всё, что хочет делать? Вот вопрос к христианину. Мы твёрдо скажем – нет. Как нет? А так нет. Если бы он мог делать всё, что он хочет, он бы не дал уже первому человеку пасть. Нет. Бог создал того, кому он дал свободу полную. И не может Бог коснуться нашей свободы. Поэтому всё, что мы говорим, действия Божьи и так далее, оно всегда находится в русле чего? В лоне чего? В синергии с человеком, со-человеком. Человек с Богом. Вот, оказывается, какая великая дело. Мы не удивимся, что человек не может ничего сделать без Бога. Ничего удивительного нет. Но совершенно потрясающее, нечто удивительное, беспрецедентное, я вам скажу, в истории религиозного сознания, когда мы говорим – Бог не может ничего сделать с человеком без человека. То есть, помимо, вопреки его свободы, вопреки того его духовного состояния, духовной направленности, если хотите, которая в нём присутствует. Вы слышите, какое мы сильнейшее утверждение делаем? Вы теперь понимаете всю колоссальную значимость вот этого беспрецедентного святоотеческого учения о синергии. Это не какой-то аспектик. Нет. Это сердцевина. Синергия. Знаете, как с этим не согласятся вермусульмане? Как это Аллах не может всё сделать, что хочет? Это же кощунство. Прямо скажем. И мы их прекрасно поймём. Для них – да. Для нас – наоборот. Сказать, что Бог может делать всё, что угодно с человеком, помимо духовного состояния, его свободы, его духовной направленности, мы скажем – это кощунство. Это неисповержение Бога. Бога любви. Ну, вот так, друзья мои. Это по поводу, значит, этого вопроса. Если у вас, может быть, в связи с этим что-то ещё, какие-то остались тёмные пятна, тёмные, чёрные дыры остались, говорите, то мы сейчас в них нырнём. Тогда, если что-то осталось. Только, вы знаете, опасно. Говорят, если всё, что нырнуло в чёрную дыру, всё уже, всё уже, возврата нет и не будет. Ну, хорошо, это то, что по первому вопросу какого-то смысла. ara .